Добрый день, коллеги. На самом деле это не доклад, а такая беседа с вами. Мы сейчас второй день уже слушаем бодрые доклады о том, что мы имеем много новых препаратов. Мы действительно знаем, деньги выделены огромные. Пошли они в регионы, закупки препаратов идут большие. Хорошими, интересными препаратами есть возможность работать. Только вы, пожалуйста, обратите внимание на то, что все, что вы слушаете, и весь на сегодняшний день, и в мире, не только у нас опыт применения препаратов, это опыт фактически в клинических исследованиях. А там не только хорошо отобранные пациенты, но там еще и хорошо, и правильное проведенное исследование по всем правилам с учетом всех составляющих. Я сейчас немножко пройдусь по тому, что у нас уже есть на сегодняшний день, а потом перейдем к новым препаратам. Начну тогда с клинической ситуации. Я не стала показывать ее на слайде. Вы знаете, на днях позвонила пациентка, чувствую голос знакомый. Она переехала на новое место жительства и рассказывает, что... А, приехала к онкологу становиться на учет без единого документа. И доктор, обследуя пациентку, при контрольном обследовании рентген и КТ, все выполнено, не нашла следов опухолей вообще. То есть та звонит мне, а это я работала в то время в другой клинике, а Лен Викторовна мне бы какие-нибудь бумажки с доказательством о том, что у меня был рак. Я поднимаю документы. Ситуация идет... Речь идет о женщине старше 60 лет, которая заболела раком молочной железы, ХЕР2-позитивным, метастатическим, в 2002-м на минуточку году. И она тогда действительно получала у меня лечение в хорошем клиническом исследовании. Год она пролечилась токсанами. Мы тогда исследовали герцептин именно родной. Дальше спустя год она запрогрессировала, она полечилась КАФом. То есть такая вот ситуация стандартная была. Вы знаете, что в клинических исследованиях и подтверждение диагноза гистологической идет в центральной лаборатории, пересмотр снимков. То есть все чисто и легитимно. Потом она как-то исчезла из моего поля зрения. Так вот она на сегодняшний день живет без следов опухоли. То есть доктор первый раз, который ее видит, не верит даже в то, что у человека была опухоль. Поэтому, естественно, в клиническом исследовании она лечилась правильно, с учетом еще раз всех составляющих. Элементарно. Препарат 5-фторурацил. Тысячу лет он существует в нашей практике. Мы все помним о том, что препарат нужно защищать от света. Да, слава богу. То есть вот эта вот системка светозащитная, она должна быть у наших пациентов всегда, потому что практически все наши схемы на сегодняшний день в торурацил, они от суток и до четырех. Это маленькая часть того, что мы используем. Потому что если мы капаем в незащищенной системе препараты или незащищенной колбе, то мы не капаем в торурацил. То есть после этого нам трудно ожидать эффекта и трудно ожидать и сиюминутного эффекта. И если мы проводим одевантную терапию, то и эффекта отдаленного, каких-то отдаленных метастазов. Тегафур. Я говорю про международное название. Тегафур. Тегафур все знают. Специально вынесла. Тегафур принимается в два приема. Есть разные дозы. Он очень много у нас и всяко применяется. Очень много всевозможных несовместимостей с всевозможными препаратами. Вы видите на процедурном листе то же самое, что и я. Тегафур по таблетке три раза в день – любимая формула. Мы преднизолон назначаем по таблетке три раза в день, ламустин по таблетке три раза в день и модиум по таблетке три раза в день. Коллеги, пожалуйста, в тегафур. А дозировка, я специально залезла в интернет, взяла просто из первой же инструкции. Разной дозировки совершенно бывает. Тегафур тот же. Дальше тегафур закончился, пошли на фегафур. Что там по одному флакону капаем? По какому флакону? По 500 миллиграмм, по одному грамму. А что видит медсестра здесь? То, что мы имели в виду, или то, что мы написали? И что мы в итоге получили у пациента? Паклитоксел. Вы знаете, уже родной и близкий препарат, да? Прямо без него практически ни одна опухоль не обходится. Я еще раз, и везде пообратите внимание, пожалуйста, что есть везде указана длительность введения препарата. У каждого препарата есть длительность введения препарата. Я только за последний месяц услышала от пациентки и от одной из медсестер о том, что ой, а мы не капаем в стекле. Мы же вот у нас же в стекле же паклитоксел нужно капать. Коллеги, мы все помним о том, что у нас в Твери есть завод, который выпускает флакончики без ПВХ. И паклитоксел можно капать растворенный в этом физрастворе. Хорошо? То есть нам не обязательно мучиться со стеклом. Доцитоксел тоже родной и близкий препарат. Просто отдельные какие-то фразы. То есть у него есть своя премедикация. Тонкость приготовления. Флакон нельзя встряхивать. Ой, да, и нельзя встряхивать. И его перед тем, как начать разводить, 5 минут нужно дать постоять на столе. Афлиберцепт. Вот его можно вводить с помощью всевозможных систем. Разных. Содержит, не содержит. Опять же, вводится в виде одночасовой инфлюзии. Еще раз, у всех препаратов есть скорость введения препаратов. С последующим введением в фулфире. Схемы. У меня один из регионов северных спрашивал через пациентку. А можно просто афлиберцепт? Нельзя. Он с фулфири вводится. Цесплатин. Нейротоксичный препарат. Нефротоксичный препарат. Вчера почти 50% слушателей в зале проголосовали за назначение цесплатина у пациента, имеющего сопутствующую, какую-то уже нейротоксичность, уже имеющуюся. Да? Он нейротоксичен. Я действительно проверяла историю болезни. Сопутствующие заболевания написаны сенсорная тугоухость. И спокойненько капаем цикл за циклом цесплатин. Вы будете иметь судебные дела, если больной поймет, что вы с ним делали. Но здесь такая тонкость. То есть иглы и системы не должны иметь алюминия. Процедурный лист. Из разных регионов. Вы видите то же самое, что и я. Сначала физраствор, потом физраствор. Слава богу, хотя бы прегидратация есть. Затем отдельно цесплатин без скорости введения, естественно, препарата. Еще раз. Как мне его назад вернуть? Один миллиграмм со скоростью не больше миллиграмма в минуту на секундочку цесплатин. То есть если мы 160 миллиграмм капаем, то 160 минут как минимум должен капаться сам препарат. Это нужно указать медсестре. Это не она решает, это мы решаем. Дальше разберем лист дальше. Ну здесь цесплатин просто. Мы развели в полутора литрах воды и просто прокапали вместе с этапозидом. То есть я просто хочу показать, что скорость, опять же, практически никто не указывает. Медсестра у нас лечит пациента. Оксалиплатин также нейротоксичен. Вот я помню, для меня была большая проблема, когда нам запретили эти курилки для пациентов. Они вот с этими колбами бегали на улице курить. А нейротоксичность усиливается. Я прям не курящий человек. Я боролась за то, чтобы у меня в отделении была комната для курящих. Потому что они в лифтах спускались на улицу и ходили вот с этими колбами курить. А сейчас у них и не поймешь, что ли он вот так вот сумочку положил на плечо и пошел. Куда он пошел? Домой. Какая здесь тонкость? Он тоже при взаимодействии с алюминием может образовать осадок. Мы никогда не смотрим, какая у нас техника идет. Только в глюкозе растворяется. И несовместим с натрием, хлоридом, другими растворами. И несовместим в одной и той же инфузионной системе, особенно с торурацилом и фолиевой кислотой. А мы его в 90% случаев в чем капаем? В фолфоксе. Знаете, это я к чему? Ага, мы прокапали фолфокс, что там, в торурацил, дальше поставили оксалиплатин. И вот тут они в трубочке у нас смешались. Я специально попросила медсестру померить 11 мл от пробочки, если мы до конца докапали, до системы. Это вот тонкости, где у нас возникают какие-то непонятные ситуации, осложнения и так далее. Панитумаб. Прямо в инструкции, до и после введения панитумаба инфузионную систему необходимо промыть физраствором, чтобы не было смешения. Длительность инфузии есть. Опять же, вводится через определенный насос. Цетуксимаб. Бога ради, у него есть своя примедикация. Я проверяла историю. Не вводится. Цетуксимаб не цитостатик. Ему не нужна примедикация. Нужна. Перед каждым введением. Пожалуйста. Еще одна тонкость. Панитумаб и цетуксимаб вводятся только с капельным введением в торпиримединов. Его не вводят с кселоксом и не вводят с мио. Бевоцезумаб. У него разная скорость введения. 90 минут, 60 минут, 30 минут. А если это в процедурном листе не указано, медсестра откуда знает, сколько времени ей в данный момент капать этого пациента? Трастозумаб. Недавно проверяла историю болезни. Если мы срок пропускаем больше 7 дней, то должна быть нагрузочная доза дальше. Пожалуйста. Если мы полгода откапали с соблюдением режимов, потом пропустили и не дали нагрузочную дозу, то, наверное, в следующие полгода мы, скорее всего, просто так препарат потратили и больного помучили. Трастозумаб 150 мг. Мы все знаем, препарат дорогой. Мы можем его подписать, вскрыв, поставить в холодильник. Мы только акцентируемся на том, что флакончик по 150 мг, он одноразовое использование. Его как раз, да, только для того, чтобы сейчас ввести. Его можно использовать только немедленно. В холодильнике хранить нельзя. И мы помним, что оба препарата, бевоцезумаб и тростозумаб, холодового хранения и в защищенном от света месте. То есть, если у нас холодильник прозрачный, да, витрина называется, то он должен стоять в коробочке, по крайней мере. Ну и переноситься из одного помещения в другое или из одного учреждения в другое тоже должно быть в холодовом хранилище. Пациенты любят покупать препараты. Как они, как он хранился в аптеке, как он его довез до вас и что он привез, тоже уже вопрос третий. Пиметриксет, бога ради, у него существует премедикация длительная, и он все время должен получать. Но наших больных вообще им запрещается же принимать витамины, фолиевую кислоту и так далее, да. Здесь витамины вообще входят в премедикацию. Тоже лечили пациента, который уже продолжит, приехал к нам в лечение. Но про премедикацию я вам рассказывать не буду, вы же все знаете. Нет, первый раз слышу. То есть человек уже получал премедикацию на другом конце страны. Вернее, пиметриксет покупал, но премедикацию он не получал в своей тонкости. Эрибулин. Я вот здесь примерно показала, что у очень большого количества препаратов пишется, во сколько, со сколькими он препаратами несовместим. Любой препарат. Вот откройте инструкцию. У любого препарата будет огромное количество несовместимости всевозможных. Тоже он 2-5 минут. Не следует разводить как раз в глюкозе его. То есть мы еще смотрим тонкости, физрастворе в рингере или в глюкозе мы его разводим. Нельзя смешивать с другими лекарственными препаратами. Пертузумаб. Не совместим с глюкозой. Только физрастворе. Прямо несколько строчек одно и то же. Нельзя размешивать с другими препаратами. 60 минут. И опять же, разная скорость введения. 90 минут, 60 минут, 30 минут. Сейчас прям вышла вот эта схема. У нас все есть. И в лечебном режиме, и в адюантном режиме. Слава Богу. Пертузумаб, тростозумаб, дотстоксел при молочной железе. После каждой инфузии пертузумаба и до момента введения тростозумаба, дотстоксела, больной отдыхает, а мы за ним наблюдаем. Мы не капаем сразу препараты. Это ни в одном процедурном листе не указано. Остановись. Я за ним наблюдаю. Мы капаем сразу же. Деносумаб. Глупости. Все очень просто вводится. Очень хороший препарат. Только в рекомендациях должно быть написано. Это в инструкции написано. То же самое. Я вижу такие истории болезни. В течение курса рекомендуется дополнительно принимать препараты кальция и витамин D. Пожалуйста. Тогда препарат будет работать. Ниволумаб. С помощью стерильного раствора здесь уже натрий хлор, либо глюкоза. И то, и другое может быть. Ниволумаб. Нельзя встряхивать перед использованием. Опять его выдержать в комнатной температуре в течение пяти минут. Совместим со многим количеством оборудования. И здесь как раз идет премедикация глюкокортикоидами. Палбоциклип. Следует избегать употребления грейпфрута или сока. Несовместим со зверобоем в том числе. Но многие наши пациенты пьют фенобарбитал и очень любят лечиться от рака соком и травками. Да, нетоксичными. Все полезно. Все природное. Что мы получаем в итоге от хорошего препарата, тоже никому неизвестно. Ну и тут еще раз. Большое количество препаратов, с которыми он несовместим. Я ни в одной истории болезни не нашла следов того, что онколог знает, что больной получает. Ленвотиниб. А его вот можно, например, растворять в яблочном соке. Другая тонкость. Гефитиниб. А здесь нельзя назначать. Мы же давно им пользуемся. Мы когда-нибудь задумывались, что нужно спросить у пациента об аллергии, например, на лактозу. Молодцы. Кризитиниб. Гребфрут или сок могут повышать концентрацию. Избегать их употребления. И так далее. Тимсиролимус. Нужно разводить в темной комнате. У вас есть темная процедурная с закрытыми шторами? Мы готовы к принятию этих препаратов? Винфлувин. Разводим до введения в темной комнате. Шторы солнцезащитные. Ой. Ну, я заканчиваю на самом деле. Еще. Все рекомендации есть. Коллеги. В связи с возможным... Страница 562. В связи с возможным взаимодействием железа и некоторых цитостатиков, необходимо воздержаться от введения препаратов железа в дневведение противоопухолевых препаратов. Не просто цитостатиков. Процедурный за процедурным. Ирина Текан. Мальтофер. Рибулин. Феррумлек. Одновременно. Это один и тот же пациент. Просто два разных процедурных листа. В одно и то же время. Доцитоксил и препараты железа. Я даже не понимаю. Вот этот процедурный лист. То ли он для удлинения койко-дня сделан. То ли это действительно так было. Мы же еще койко-дни считали. Сейчас не надо считать койко-дни. Да? Слава Богу. У нас КСГ есть. Вот. Тошнота и рвота. И все препараты делятся на разную степень эмитогенности. Есть высоко, умеренно, низко, либо вообще не эмитогенные. Высокоэмитогенная схема. Она предполагает применение априпитанта, фосаприпитанта. Практически нигде в стране это не применяется. Низкоэмитогенные препараты, они одного только препарата требуют. Давайте посмотрим. Высокоэмитогенные. Схема АЦ, адюванг рака молочной железы, это уже высокоэмитогенные. Цисплатин всегда высокоэмитогенный. Цисплатин в дозе больше 4 АУК, это уже высокоэмитогенные. Нина Юрьевна, тебя за что там пытались оштрафовать? За неволумаб, который низкоэмитогенный? Да. Я твою историю проверяла. Да, да, да. Предыдущий эксперт пишет о том, что... Нина Юрьевна, извини, пожалуйста. Значит, она не назначила противорвотную терапию. Неволумаб. Тоже. Ты назначаешь. Хорошо. Смотрите, несколько процедурных листов. Ну, здесь о том, что и вся противорвотная терапия должна быть назначена до назначения химиотерапии. Не нужно писать, что вы сначала вводите цисплатин, а потом, пусть не имент, но хотя бы дексаметазон с андонсинтроном. До. Я читаю, как медсестра, да, читаю то, что здесь написано. Прокапало цисплатин, потом противорвотное. Здесь то же самое. Герикард. Герикард тростозумаб. Он вообще не имитогенный. Вот ему зачем церукал и вот еще куча-куча всего, если мы даже не знаем, с чем он не совместим. Вот мы зачем лишнего-то много пишем в этих процедурных листах? Я, правда, не всегда даже понимаю, мы это отрабатываем койко-день или это мы действительно капаем пациенту. Вели Герикард, прекрасный препарат, а потом все вылили. Все и вымыли тут же. Все и вывели. Так вот, надо бы, да, понимать, что цисплатин требовала именда. Эрлатинип, которого там противорвотную терапию провели, он вообще минимальной метагенностью обладает. Это позит. Единственное, это позит. Профилактировали хорошо метаклопромидом на предыдущем слайде. Это, знаете, из Википедии иллюстрация, что такое рвота. Так это книжечка XIV века. Иллюстрация. Слава Богу, с тех пор прошло 700 лет уже. Сравните два процедурных листа. Вы что-нибудь понимаете, что здесь написано? Что здесь поняла медсестра? Ну и вот этот процедурный лист. Единственное, что я бы здесь... Все расписано. Время, длительность, растворимость. Единственное, что я бы все-таки здесь еще, наверное, да, вот эту промывку поставила для медсестры, если она не знает. Спасибо.